Итак, почти одновременно с жилым домом в Керлине Айзенман в Соединенных Штатах строит пожарную часть. Пожарная часть Бруклини, 83-85 год. И даже сам взгляд на ракет этого здания уже демонстрирует, насколько далеко ушла мысль архитектора в этой постройке. На первый взгляд мы видим близкую к его ранним строениям групп геометрических форм. Есть обозначенные множественные объемы, смещение на 45 градусов, кубики-рубики. Но что здесь появляется принципиально в лобах? Это конфликт смещения углов здесь становится уже не просто двумерным, но трехмерным. Как бы обрезанное внешней стеной здание вот этот объем крыши, расположенный на 45 градусов по отношению к нижнему кубу, отражается в разметке асфальта. То есть создается иллюзия того, что продолбанная стена ушла под землю. Такого еще у Айзенман мы не встречали. И тем не менее, даже это еще и рациональный подход. Хотя и значительно более оригинальный. Он показывает, насколько он уже переосмысливает принцип издания как таковое. А вот это уже и рациональный подход. Нехватка с одной стороны компенсируется совершенно иной формой. Помимо прочего, именно в этом здании впервые появляется одно из основных качеств деконструктивных построек, построек деконструктивизма. Это агрессивное вторжение в городскую среду. Здесь мы видим клим, острый, обшитый металлическими листами. Это облик такой, обозначенный в данном случае вот этим кореноидным выступом, намекает и отсылает к другому произведению. Это произведение, наверное, которое стало визитной карточкой деконструктивизма. Это произведение принадлежит работе ученика Айзенмана. Это Даниэль Либискин. Вот клим, вырывающийся из стены. Это фасад Королевского музея в Антарио. Либискин, да. На самом деле, это постройка 90-х годов, здесь речь идет о 80-х. И до того, как Либискин создаст вот этот свой шедевр, на самом деле, аналогичные же примеры мы уже будем встречать у Айзенмана. Хотя для Либискин это стало фактически визитной карточкой. То есть получается агрессивное вторжение внутреннюю среду и внутренний конфликт самого здания. Заметьте, о Либискин, да, речь идет о реконструкции старой постройки. То есть это-то не острое. А здесь идет о том, что таким же образом врезается, взрывается постройка, созданная одновременно с этим. Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы посмотреть, что происходит в это время в области интеллектуальной деятельности в мире в эти годы. Дело в том, что я уже упоминал, что в 70-е годы Жак Лакан реабилитирует наследие Фрэйда. Жак Лакан является одной из самых важных фигур в истории психоанализа. И в 70-е годы он вводит триаду, воображаемое символическое реальное, которую, я надеюсь, все вы слышали, потому что она стала кругольным камнем для литературно-клитической мысли со второй половины 20-го века до наших дней. Так вот, с чем это для нас может быть важно? Лакан утверждал, что есть три уровня человеческой реальности, которые являются одновременно взаимодополняющими и взаимоисключающими. Первое, это воображаемый уровень. Это уровень того, что мы видим и воспринимаем. То есть все, что угодно. Вот это воображаемое. Ручка вот эта, это нереально. Это уровень воображаемого. Это то, что я воспринимаю. Символический уровень, это уровень организации означающих. Это уровень организации нашей речи. То есть то, каким образом мы можем что бы то ни было помыслить. Даже простой набор слов, которые мы выдаем, это организованный поток, который подчиняется логике структуры означающим. Это наиболее характерно на речи безумных. То есть по речи безумного, на самом деле, очень легко определить, к какому веку он относится. То есть миф о том, что безумец в свободе над Богом реальности был развеян полностью. На самом деле безумец наиболее не свободен. То есть если себе представить сетку, означающую, батарею, означающую именно в виде картезианского пространства, то человек, использующий речь сознательно, по нему как грамотный мореплаватель, передвигается по этому пространству, а безумец просто по этому морю болтается, как будто не умеющий управлять парус. Но это еще не значит, что само пространство куда-то делается. Как была сетка, означающая, так она не осталась. Именно Лакану принадлежит заслуга прочтения Фрейда в лингвистическом ключе. Он доказывает, что структура фантазии нашей, структура наших слов судьба лингвистическая. Есть хороший пример из древнего мира. Например, с Арестандром, к которому пришел Александр Великий, чтобы тот расшифровал ему сон. Александру Великому перед одной из битв приснился Сатир. И он хотел узнать, что бы это могло значить, стоит идти на бой или нет. На что ему Александр ответил? Он расчленил слово Сатир, Носа и Тирус. Получил, Тир будет твой, твой Тир. Александр пошел двойной на Тир и покорил его. Вот хороший пример того, как на самом деле функционируют бессознательно. Не на уровне образов, их прочтение на уровне воображаемого. Когда мы смотрим на произведение искусства, которые как на дерево или именно на водопад, когда мы его читаем на уровне его структуры. То есть наши фантазии, наши смы, оказывается, функционируют в еще более 6 степени структурированно, чем наша сознательная деятельность. И, наконец, последний уровень по лакаму, это уровень реального. Это, собственно, как вещи, ситуации и силы, организованные самим. То есть этот уровень не может быть символизированным. То есть в каком-то смысле он для нас недоступен, потому что мы мыслим только через сетку означающих. Так вот, диалектика этих трех уровней, воображаемого символического и реального, выражена в форме пересекающихся колец. Вот флакан. Это триада обозначена в семинарах 1974-1975 годов. То есть очень близко к рассматриваемому нами времени. Тем более, если учесть, что это континентальная Европа, здесь Штаты, это не сразу распространяется. Вот так это графический выждитель. Взаимовключить связанные полицы. Заязанные друг на друге. И вот что интересно. Принципиальная мысль Лакана является то, что он впервые не определяет базовый свой категорий. Вы всегда привыкли. Что есть словарное обозначение. Более того, во многих вузах даже требуют это фиксировать или в той или иной форме заучивать. Как это позиционируется той или иной школой. Так что вот это-то значит тот-то. Это-то мы определяем таким-то образом. Так вот, для Лакана ни одна из его ключевых категорий либо не была никогда определена в его трудах. Либо получала столь множественное количество определений, что по сути синонимично неопределение. Главная его категория, желание, которое движет все и вся, так и не получила определения за все почти 30 томов его семинаров. То есть, но что же, почему же тогда мысль научная? И чем это может быть связано с Азинманом? Дело в том, что Лакан определяет не на уровне слов, что это-то значит это-то. Мы уже с вами уяснили в начале сегодняшней лекции, какой подвох в этом есть. Это канон. Он себя взлетает изнутри. Он определяет отношения между категориями своими. Вот их он выстраивает очень точно, но не определяет сами категории. То есть, таким образом, ему удается ускользнуть от символического уровня и обозначить, намечить реальность. Представьте себе, ну, достаточно простой пример такой. Там, пример с богатым и бедным. То есть, само по себе определение, что такое бедный, оно абсолютно ничего не значит. То есть, оно лишено какого бы то ни было смысла. Это то, что имеет определенную противоположность отношения от понятия богатым. Так же, как и богатый не имеет никакого смыслового содержания. То есть, его наполнение, его контент равен нулю. Но представьте себе, что мы предположим, что бедный, у которого там мало всего, да. Но, простите, человек, который обладает каким-то ржавым велосипедом где-нибудь в джунглях Амазонии, да, может быть, вождем в Ленинге. То есть, в этом контексте он богатый. А человек, у которого BMW, а не Bentley, он живет на Рублевке, он, простите, бедный. В полном смысле этого слова. Это имеет только соотношение по сравнению с контекстом. То есть, тот контекст, в который мы попадаем, определяет, задает вот эту сетку отношений. Поэтому, определить это-то значит это, по сути, значит канонизировать. То есть, дать этому понятию разорвать себя изнутри. И вот это очень важная идея для Айзенмана. И в смысле его книги о каноне, и в смысле той постройки, которую мы сейчас будем рассматривать. Это первая его постройка, которую можно рассматривать именно на уровне культурного кода. То есть, рассчитывать ее на уровне смысла, вербализуемого, а не геометрического. Это центр визуальных искусств и библиотека Верснера. Это конец уже, ну, 80-е годы, завершена была в конце 80-х годов. Заметьте, на самом плане мы видим три разорванных кольца. Вот одно разорванное кольцо, вот одно разорванное кольцо, и вот одно разорванное кольцо. Напомню, что у Акана, несмотря на вот это изображение, каждое из колец, когда оно наслаивается на другие, оно его исключает. То есть, воображаемое, его взрывает символический уровень, символический уровень абсолютно, то есть, реальный, несимволизируемый и так далее. Ну, понятно, что воображаемое скрывает реальное и так далее. То есть, каждый из этих уровней не может сосуществовать вместе. То есть, мы можем проводить анализ только на каком-то одном из них. И, тем не менее, они как бы объединяются в форму нашего возможного, нашего познания реальности. То есть, вот оно воплощено фактически чуть ли не графическим образом. Эти же три кольца взломаны единым зданием. В здании мы видим снова углы. Углы с малым отклонением, которые воспринимаются наиболее кривонами, как наибольшая кривизна, как и в том доме в Берлине. Но здесь появляется и уровень культурального кода. То есть, это уже не просто геометрия, это уже здание философское в каком-то смысле. Ну, на уровне триады лакановской, представьте себе, что воображаемое – это то, как выглядит это здание при звании просмотра. Символический уровень – это то, как оно выглядит при пристальном чтении, когда мы читаем его как код. И, наконец, уровень реального – это просто энное количество массы, плотности, расположенной в этом-то пространстве. Это то, на самом деле, что мы не сможем воспринять никаким образом. Мы это все равно воспринимаем через хитр символическое уровне. Просто мы предполагаем, что так как это здание, то, наверное, у него есть определенный материал, оно определенное место занимает и так далее. Вот это лакановская триада, представленная на уровне данного дома. Вот как выглядит эта постройка. В чем ее интерес? Дело в том, что Айсин – это не старинное здание. Вот эту башню, да, здесь видите, псевдо-средневековую. Это не старинная башня. В отличие от аналогичного примера, сопоставления старого лога у Либерскинда, который я показывал, да, в музей в Антарио. Это строилось одновременно. Все. На этом месте, согласно историческим данным, когда-то стояла башня. И Айзерман условно восстановил эту башню. Но, причем, понимаете, каких смыслов он сразу этому придало, этому произведению? То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что вторжение вот этой стеклянной конструкции стекла и металла, разрывающую эту башню. Но это можно прочесть, как банальный конфликт отцов и детей, да. Вторжение чего-то нового в устаревшее прошлое. Смена парадигм, смена форм мышления. Вот этот как раз пример еще больше похож на Либерскинда. Как здесь именно, как бы, старинная постройка разрывается в новом стеклянном здании. Ну, это можно прочесть и как внутренний конфликт, как превозможение архитектурной постройки самую себя, о чем писал Террида. Можно прочесть и по-другому. Это чисто эстетическое сопоставление глухой стены и просвечивающей стеклянных конструкций. А заметьте, у того, что дает депривацию свету, да, пресекает свет, и то, что выпускает свет, ну, символическая нагрузка тоже так же, она разная. То есть, напомню, для европейской христианской традиции свет – это единственная форма оздоровимого божества. Именно не цвет, да, а свет как таковой. Но здесь есть и еще интересные параллели. Это идея самой страны, уже сломанного, эта башня как бы разрушается, и еще не достроенного. Вход в это здание выполнен в форме лесовки. Сознательно в форме лесовки. И есть в этом еще одна идея. Идея, на мой взгляд, самая важная. Она не значит, что она подчиняет себе то, что я сейчас только сказал. Она не включает эти концепции. Но для деконструктивизма она, пожалуй, любольная. Дело в том, что Жак Деррида в своих работах подвергает критическому взгляду линейность хронологического времени. То есть, мы привыкли, что время подряд, да, идет. А он вводит тезис, который называется «Второе раньше первого». И в этой постройке он воплощается просто великолепно. Покажусь вам на примере. Представим себе, что происходит некое событие. Вот это событие. Оно произошло так. Извините, а почему мы не делаем слайд-шоу? Просто картинки больше будут. А потому что они выйдут за пределы. Уже в прошлый раз. Ну, опять же, фон выйдет, а картинка будет как-то. Давайте попробуем. В прошлый раз это очень плохо закончилось. Держи. Влезает? Сейчас все влезает. А то там было не отстроено в прошлый раз. И было очень неудобно. Так как почти все облезалось. Так вот, что такое «Второе раньше первого». Представьте себе, что происходит какое-то очень значительное событие. Событие, которое принципиально меняет ситуацию. Когда это событие произошло, мы начинаем анализировать, какие у него были причины. И эту причину находим. Казалось бы, что может быть проще? Была причина, получилось следствие. Так вот, если мы действительно считаем, что это первое событие, ну, собственно, основное событие, поменялось ситуацию полностью, то это значит, что вот эту причину мы начинаем искать все-таки координаты, установленные здесь. И значит, что эта причина на самом деле является следствием. Понимаете? Понятно? Это сложная идея. Примеров очень много. Пример классический, соотношение, допустим, культуры и природы. Да, культурный человек, да, и природная. Кажется, что, ну, понятно, что из этой пары противоположностей сначала появляется природная, потом культурная. Но, вот в чем проблема. Природа – это не много-много деревьев. Природа – это концепт. Концепт человеческой культуры. Более того, концепт, который появляется в виде пары противоположностей, природная и культурная, на пике развития культурного человека. То есть, в XVIII веке и конкретно в работах Руссовича. Таким образом, сопоставление культурного и природного, как противопоставление природного, как более раннего по отношению к человеку, как более позднему, появляется только тогда, когда человеческая концепт уже состоялась. И на самом деле, то, что кажется причиной, является следствие. Есть примеры в области искусства. Допустим, такое направление, как минимализм в искусстве XX века, как правило, считается, возникло как отрицание усложненности авангарда, опять же, XX столетия. Но, если мы проанализируем историю этого направления минимализма, то окажется, что оно не просто предшествовало авангарду, а это уже о многом говорит, что оно самостоятельно, но во многом развивалось с ним в одних утекших источниках. Можно спросить, если оно было протестом на авангард, то как оно могло одновременно являться? Я понимаю, вы об этом говорите, но можно еще раз об этом? Оно осмыслилось как протест на авангард и осмыслилось как автономное, то есть как минимализм. Только когда возникла сама эта минимальная пара. А, и когда появилась противоположная? Да, только когда осмыслиется. Приведу еще один пример, на этот раз из Леотара. Как функционирует невроз? Когда возникает невроз? Тогда, когда невротик пытается решить проблему невроза. Вот в чем дело. На определенном объекте только, когда есть что-то противоположное от невроза. Тогда, когда складывается уже новая сетка координат, только тогда, исходя из нее, мы видим якобы причину. Именно по этой причине вам ни один физик не скажет о причинах большого взрыва. Потому что это установившаяся сетка координат, да, в случае физических координат. И, простите, у нее причины быть не может, по определению. То есть все причины, которые мы будем обосновывать и выводить, это будет именно второе после первого. И в таком случае это здание идеальнейшим образом демонстрирует эту идею. С одной стороны, это символ старого. Это башня, которая действительно там не совсем такая, но исторически была. Но эта башня, во-первых, строится после уже современного центра. А во-вторых, она, естественно, заложена в проект тогда, когда уже было решено построить новое здание. Это та старина, которая возникает после нового. Вот это идеальный пример, как философская концепция СО, временный, более того, хорошо известная Айзенману, он друг Деррида, отражается на архитектурной постройке. Получается, архитектурная постройка является в полном смысле слова философским текстом. То есть, если бы была утрачена работа, Деррида, посвященная второму, раньше первого, то, простите, на эту мысль могла бы нас навести просто эта постройка сама по себе. То есть, эта постройка хоронит этот интеллектуальный код. Он может быть через нее считан. Ну, еще раз приведу сопоставление Либерскинда и Айзенмана. Здесь, я думаю, оно почти очевидно. Вот только у Либерскинда, как ни странно, идейного содержания оказывается несоизмеримо меньше. Да, эта постройка уникальная, я не спорю, что ее эстетические характеристики просто потрясающие, но, тем не менее, это просто новое, вторгающееся в старое. Можно спросить, является ли чем-то подобным Санта-Мария-Маджоро, который изделил Микеланджело, вырубив ее в скале? То есть, там сохранена скала изначально. То есть, некоторым родят что же самое, что-то какая-то древняя форма, то есть, скажем, скала, которая остается и внутри которой уже выстраивается здание. Вот смотрите, вы сейчас как раз своим вопросом идеально подтверждаете идею Деррида, хотя он несколько ином уровне. Потому что, естественно, времена Микеланджело сама по себе сертифика координат была другая. То есть, он не мог мыслить, поопределить, но мы сейчас можем это так помыслить, потому что мы сейчас находимся в том же измерении, что и Деррида, который не так давно скончался. То есть, сейчас мы можем сказать, что да, это исток, потому что мы находим это как второе раньше первое. Здесь, получается, старинное здание и так существовало, а здесь старинное здание достроено к современному. По смысловому содержанию, конечно же, работа Айзенмана намного грубше. Хотя Лепесткинг, повторюсь, это абсолютный классик, это ученик Айзенмана. Но о нем, кстати, может быть и будет еще лекция. У него тоже есть очень интеллектуальные лимуги и построек. Чем уникален этот центр? Понимаете, Айзенман, я уже, по-моему, на первой лекции говорил, он всегда говорил, что здание должно ставить проблемы, а не их решать. И проблем он поставил очень много, в том числе и проблем к принадленности этого слова. Это здание, которое предполагалось для экспонирования живописи. Ну, наподобие той же Третьяковской галереи, да, выставочница. И есть только одна проблема в нем. В нем почти нет стен, на которые можно было решить эти целые лимы. И опять же это задают целый ряд очень важных идей. С одной стороны, это может показывать, насколько сложно в наши дни, в эпоху современности, стать, в произведении стать классическим. Вот невозможность новой ситуации, чтобы там разместить много. Мы можем только мало, и то очень странным образом. С другой стороны, это может намекать на идею естественного отбора, да, то, что это борьба, то есть мы должны выбирать, что мы туда повесим, потому что повесить много не сможем. Хотя здание огромное. И с другой стороны, так как постройкой только внешне выглядит деконструктивистской, внутри она решена, в эстетике приближенных к стилю хай-тек, хотя он взрывается как таково, этот хай-тек у него. Это может намекать на неуместность современного искусства в мире потребления. Я покажу, как выглядит интерьер. Интерьер совершенно уникальный. Я не думаю, что вы где-то еще сможете увидеть, где колонна уходит в лестницу. Я, конечно, понимаю, что тоже философский шаг такой. В это время у нас в Америке господствует трансперсональная психология. Чарльз Старт, один из ее основателей, у которого ключевая идея является идея осознанного. Наш человек функционирует как автомат, он погружен в культурный вход, который называют гипнозом. И для того, чтобы что-то реально увидеть, нужно выключаться из этого гипноза, то есть быть осознанным. Ну вот, если вы не будете здесь осознанным, а это музей, где нужно воспринимать, очень остро воспринимать, то вы просто впишетесь в эту колонну, спускаясь или поднимаясь по лестнице. Очень простой, но такой, содержательный ход. Или обратите внимание, вот, собственно, как выглядят стены. То есть там в основном не стены. Там в основном окна, причем в очень специфическом характере. Заметьте, надо было же догадаться поставить именно здесь пуфики, таким образом, где угол отклонения, угол от потолка, как раз приближен к 12,25 градусам. Именно в этом здании впервые эта цифра появляется. 12,25, как наибольшая кризисная. То есть понимаете, что такое окно? Окно задает рамку для восприятия того, что за окно. И то есть получается, саму природу мы воспринимаем неожиданно вот под таким углом. То, что воспринимаем как максимальный дискомфорт, максимальная кризисная. Так что даже на уровне каких-то простейших внутренних элементов, оно задает определенные аспекты, сменяющие нашу точку зрения. И я думаю, что, конечно же, живопись, выставленная в таком здании, наконец-то обретет возможность ее видения. То есть вы вспомните работы того же Уахова, который копирует там Буттичелли. В чем смысл был этих работ? Показать, что искусство в наше время не может быть увидено, как раз особенно не могут быть увидены известные изобразительные искусства. Почему? Мы видим не их, мы видим штамп. Мы там восторгаемся Буттичелли не потому, что это хорошее произведение, а потому, что это Буттичелли. Как можно ли сейчас прочитать, действительно прочесть там Анну Каренину? Я в этом сомневаюсь. Вы знаете, что это Анну Каренину. Что-то очень здорово, что это много раз экранизировалось, что это оказало влияние на всю мирную культуру. Поэтому мы реально выросли в этой культуре, которая в том числе конструировалась благодаря этому произведению искусства. Можем ли мы ее просто прочесть как текст? Это почти невозможно. То есть сама встраиваемость в культуру, так скажем, икон, как их называют, азиман, мешает их чтению. Для того, чтобы их наконец-то увидеть на самом деле, нужно полностью поменять весь контекст. И поэтому такое оригинальное решение для музея, в котором выставляются произведения искусства, это, конечно, большое очень дело. Ну и, наконец, собственно, то, о чем я уже говорил, это постройка в прямом смысле слова деконструктивная, потому что ее вход – это леса. Леса, поставленные навечно. Если башня у нас как бы разломана, то это создается иллюзия его недостроенности. То есть деконструкция в прямом смысле слова, перестройка. Здание – это процесс, как вечный процесс перестройки. Кстати, эти леса занимают едва ли не большую часть этого объекта. И на что это еще вам намекает? Я не случайно начал сегодня показывать его ранние вещи, хотя их интеллектуально интерпретировать почти невозможно было. намеченный объем. То, что было в ранних его востоках. Контраст между реальной стеной и стеной, которая просто намечает объем. Там были выступающие пилоны или выступающие элементы конструкции. Здесь это преобразилось в леса. Следующие же работы две Деррида, которые, наверное, являются визитными карточками именно деконструктивизма как такового, не Деррида, а Азимана. Деконструктивизма как такового – это две его японские постройки. и они будут посвящены немножко иной пилотике. Это уже конец 80-х годов. Это проект здания. Как вы видите, углы с малым отклонением здесь педалируются до предела возможного. Это и есть идея Деррида о взламывании любого концепта, происходящего из него же самого. Здесь здание, заметьте, не все кривое. Только одна его часть разрывает как бы кривоносоставляющие. При этом очень точно продумано, куда оно будет вписано по контексту. Если многие авторы, то есть авторы, работающие в интернациональном стиле, не особенно контекстом не заморочивались, одинаковые постройки строились, то есть что в Латинской Америке, что в Европе, то здесь контекст продуман безупречно. Что мы видим на первом плане? Вицерики. Старые полуразваливающиеся здания, древнего, старого Токио, современные урбанистические постройки, как раз в интернациональном стиле выполнены. А здесь айзермановский проект, новая урбанистическая, как бы разваливающаяся постройка. она как бы сыплется еще больше, чем эти старые дома. И в то же время она абсолютно надежна, она устойчива. То есть он в ней взрывает основное положение архитектуры, положение надежности. Понимаете, дело в том, что, то есть положение античное, о том, что здание должно быть надежным, его очень часто интерпретируют то, что оно должно быть визуально надежным. Понимаете, то, что оно должно быть надежным, это очевидно. То есть если дом будет ненадежным, это не дом, плохой дом. То есть положение надежности нужно интерпретировать как то, что дом, когда мы на него смотрим, должен производить впечатление надежности. А впечатление надежности этот дом не производит никаким образом. Мы видим сложнейшую игру трехмерных объемов. Смотрите, там окна-то еще многоярусные, и они тоже смещены, как правило, на малый градус. Дело в том, что Япония – это, наверное, единственная страна, где можно было позволить все столь авангардные проекты, ибо японцы очень высоко ценят иное пространство для иного типа мышлений. То есть для японцев вот такие мелочи, мелочи, искажающие пространство, создающие новое пространство, очень важны. И может быть, кстати, не случайно, что Япония во второй половине двадцатого века делает такой уникальный технологический прорыв. в Японии очень много сверхспецифических пространств. Вот смотрите, как он еще выглядит. Вот как окно. Дело в том, что в это время, наверное, ключевая идея в осмыслении человека – это человек превращается в конгромерат. Но я надеюсь, что вы знаете концепцию желающих машин «Желеделёза». Но если не знаете, я ее в двух словах обрисую. В те же годы выходит ключевая работа Желеделёза и Филиппа Гватарина «Капитализм и шизофрения», работа, которая стала, наверное, одной из самых важных в двадцатом веке, в принципе, в философской мысли. В чем основной посыл этой работы? Мы всегда привыкли, что биологический субъект, то, кого мы называем «Я», это нечто единое, нечто целостное. Но этому нас учит право. То есть, ну, есть паспорт, все, что вы сделаете, будет исполковано как ваши действия. Почему? А. Однако, Дилёрз и Гватари – это существенно оспорим. Но, например, если, допустим, я сейчас возьму стакан воды и буду из него пить, я образую конгломерат. Рука, рот, вода. И все люди, которые в данный момент пьют воду, образуют единого субъекта. То есть, субъект оказывается смещён по отношению к субъекту права, да, субъекту, которого вы называете «Я». То есть, когда вы пьёте – это одно, когда вы пишете что-то – это другое, когда вы там фильм смотрите – это третий и так далее. То есть, каждый раз вы по логике этих желающих машин Дилёза расформировываетесь и с чем-то объединяетесь. И в данном случае, когда вы пьёте воду из стакана, простите, стакан является такой же частью вас как субъекта, как и ваша рука. И в то же самое время, как бы количество стульев, условно, у нас одинаковое, но если раньше на каждый стул биологическое тело рассажено для одного субъекта, биологический субъект равен философскому субъекту. Дилёза – это смещает. Получается, что есть, не знаю, играющий субъект, есть пьющий субъект, есть пишущий субъект, курящий субъект и так далее. И он будет распределён совсем не тем же самым образом, как распределяетесь или по вашим паспортам. То есть, человек образует своего рода, с одной стороны, образуется как конгломерат, а не организм. То есть, состоящий из отдельных, по сути, не связанных частей. С другой же стороны, таким же конгломератом являются эти виртуальные субъекты, которые состоят из вас пьющего, из вас курящего и так далее. Так что, вот эта идея, она в высшей степени, по-моему, наглядно отражается в японских постройках Айзинмана, где вот он, конгломерат. Это множество, да, которое вроде как организовано во что-то одно, но оно этим одним никаким образом не является. Здание-то вроде одно, но все его элементы, элементы, которые могли в него войти из разных зданий. Причем здания, которые стоят явно под разным углом. Смотрите, как это решило волненные планы, и как это совершенно потрясающе решило в интерьере. Вот здесь нужно быть очень внимательным, когда вы будете прямо перемещаться. Скорее. То есть здесь еще не ровнее. Абсолютно. И еще несколько углубайтов. Ладно? Такая возможность сделать. Вот он, конгломерат, в чистом виде. Это то, что объединено просто фактом самой единой постройки. Больше ничего. Естественно, здесь очень сложный расчет требовался, потому что, повторюсь, чем более сознательным является действие, тем в большей степени оно в какой-то мере может ускользнуть от символического уровня. То есть чем более оно бессознательное, то есть чистый полет фантазии – это в чистом виде скольжения по все-таки означающим. Так что опора на то, что любят в парафанной литературе называть вдохновением, это, простите, то, что не ваше в полном смысле этого слова. Ну, поэтому для того, чтобы создать иллюзию случайности, требовалось совершенно колоссальный и сложный расчет. Именно интеллектуальный и сложный подход. Вторая шахостройка в Японии искажает уже все здание. Это здание как будто рушится. Ну, вот, например, цокальный этаж намного стоит. или вход в здание. Что? Так что, если не осталось никаких работ философов 60-х, 70-х годов, только такие дома, то, повторюсь, это из них самих можно было бы вывести. Нет, там указатели есть где фото? Вот фото? Нет, ну, указатели просто попробуй найди в таком знании. Ну да, можно пытаться сообразить. И очень красивый ночной када. Все фотографии с официального сайта, извиняюсь. Ну, вот здесь внутри нужна очень большая выдержка. Оно как бы не прямое. Совсем. То есть этажи в полном смысле слова уходят под землю. Так должна же существовать тогда мебель в виде интерьера, которая бы входила в такие здания. То есть, должна же существовать особые шкафы, которые бы использовали. А вы правильно говорите, потому что, допустим, в Баухаузе или тот же Корбюзье для своих архитектурных объектов создавали специфическую мебель. Более того, мебель запонтетованная Корбюзье до сих пор производится. Она имеет каталожные номера и она очень хорошо продается. Айзинман, насколько мне известно, созданием мебели не занимался. То есть, здесь нужен хороший дизайнер, который смог бы соответствующую мебелировку провести подобного помещения. Но вопрос правомочный, потом комментарий правомочный, потому что действительно многие архитекторы и мебелировку создают. То есть, создают полностью пространство. Так, таковы. Таковы. Теперь же, когда мы уже посмотрели достаточное количество примеров, я бы хотел несколько слов сказать. Вот Дерина, наверное, самый логичный из всех философов XX века, самый последовательный. Именно по этой самой причине многие считают его чуть ли не любителем провокации и парадокса. Понимаете, если быть очень последовательным, более последовательным, чем наша речь, будет создаваться впечатление, что это просто игра в фарс. Дерина, как вы видите, скончалась уже в XXI веке, вы все являетесь его современниками в той или иной степени. И рассказывать о нем можно долго-долго, но для того, чтобы его идеи обрисовать, я выбрал всего одно понятие, которое на творчество Айзенмана оказало, на мой взгляд, самое значительное воздействие. Это понятие различания. Именно различание противовес различий. Дифферанс, оно пишется на французском. Такой неологизм, придуманный Дерина. Что такое различание? Это борьба с единым. То есть, основной посыл Дерина, что все проблемы, все заблуждения мысли человеческой, все заблуждения философские, связаны с тем, что мы концепты, которыми пользуется философия, концептами Бога, справедливости, любыми другими, мыслим как единое. А эти концепты всегда содержат в себе как минимум две составляющие, противоборствующие между собой. Ну, такой классический пример, который обычно любит приводить отечественный философ Александр Смулянский, это культура и культура. Казалось бы, концепт культуры, да? Это единое некое пространство. Но, думаю, не нужно объяснять, что такое культура, которая фигурирует в грантах на культуру, в официальных документах о культуре. А это, простите, текст. Это текст эпохи, именно официальные документы. А с другой стороны, та культура, которая, собственно, эту культуру создала, то, что считается ценностями в наше время. То есть, тот же, там, Бродский, который со временем воспринимается как контр-культура. То есть, то, что создается как некая ценность, как правило, создается вопреки этим ценностям. Все, происходит взрыв. Даже на уровне какого-то совсем банального, то, что мы называем культурной речью, речь эритимизированная, и той речью, которую в своих некоторых стихах себе позволяет тот же самый Бродский. То, что мы называем бранной речью, не культурной. Но он же ей создает культурное пространство. Или крупнейший отечественный художник двадцатого века второй половины Рогинский. который, простите, маты на своих картинах писал. Это была идеальная прессовка того пространства, которое есть. Понимаете, когда Уахал изображает красивый стул, который продается там в магазине, это одна идея. Да, это стул, на нем обязательно не будет человека, потому что в мире вещей человеку нет места. А когда Рогинский изображает такой вот стул, только еще скандом, да, советский стул, в искаженном пространстве какой-нибудь коммуналки, и написано, суки, стул. Видите? Вот эта обрисовка культурного пространства. Вот это идеально схваченный концепт, культурный концепт. И можем ли мы рассматривать, в данном случае, бранную лексику, как лексику этих культурных? Нет. Вот в чем дело. Понимаете? То есть, оказывается, что сам по себе концепт, даже такой простой, казалось бы, концепт культуры, является чуть ли не взаимоисключающей составляющей в мире. И то же самое, как говорил Деррида, есть абсолютно во всем. То есть, каждый концепт содержит в себе свою противоположность. И различание – это отделение одного от того же самого. Различие – это различие, там, не знаю, между книжкой и лекцией, да, а различание – это между тем, почему эта книга Эземана – это книга Эземана, и почему эта книга Эземана – это книга Эземана. Понимаете? Вот что сделал Деррида. Он бы развел, чем эта книга сама по себе может себя противоречить. Почему? Она сама по себе задает двойственные концепт культуры. Именно вот эта идея была отражена в тех особенно японских постройках, которые я вам показывал у Эземана, где дом противоречит самому себе. Что такое вообще дом? Это жилище, которое должно быть устойчивым. Да, это основные, он должен быть удобным и устойчивым. Будучи удобным и устойчивым, оно одновременно является и неудобным и неустойчивым. Но второе не исключает этого. Вот в чем дело. То есть сам факт удобства, оно задает иные его параметры. Оно противоречит тем, которым мы привыкли, и задает другие. Но это не значит, что ему неудобно. И в этом же русле развивается мысль Эземана. И в последующие годы, до определенного перелома, когда начинается его последний период творчества, о нем мы тоже сегодня немножко поговорим. Он будет связан с мыслью другого философа. А здесь же, уж коль скоро сказал я А, то нужно сказать и Б, так как в 67 году выходит не только книга Деррида о грамматологии, в которой он определяет новую тактику понимания искусства как такового, но и книга Ролана Барта «Смерть автора». Будет твои основные работы Юлии Кристевой, да, в этом же. То есть «Интертекстуальность Кристевой» тоже в этом же году появляется как памятник. В чем пафос работы Барта? Это очень будет похоже на то, что я рассказывал сейчас про конгломерат с Дерезом. Дело в том, что Барт показывает, что раньше автор мыслился по аналогии с творцом. Но когда был творец, творец в христианской версии, он творец, творящий мир из ничего. И, естественно, по этой же аналогии считываются художники на протяжении достаточно большого количества времени. То есть художник свободен в своем творчестве, и он создает именно из ничего. Да, я вот беру ручку и я что-то пишу. Я создаю там стихотворение, музыкальное произведение или картину. Барт показывает то, что на самом деле это не соответствует действительности. После того, как в 19 веке Бог умер, как известно, да, фраза на самом деле принадлежит не Ницше, а Гегелю. Ну да ладно, известно, она стала благодаря. Так вот, после того, как отказывается философия от идеи творца, естественно, исчезает и идея подобия творящего художника с Богом. И Барт вводит совершенно иное понятие автора. Он говорит, что автор не работает с ничем, он не творит из ничего. Автор работает с понятием письма эпохи. То есть, автор в его произведении просто цитирует огромное, компилирует огромное количество цитат, которые возможны в наше время. То есть, любой текст, почему текст так легко с точки зрения историка определить, когда он был создан? Да потому что он отражает письмо своей эпохи. И автор является не автором этих строк в полном смысле слова, а компилятором. Он составляет из наличествующей массы, означающих в определенном порядке скрепленных, свой текст. Это радикально новый взгляд, переосмысливающий вообще понятие автора как такового. В еще большей степени он, наверное, представлен в работе Мишеля Фукового лекции об авторе. Фуков говорит, что автор – это маркер на телеписи. Это просто некий каталожный номер, по которому мы можем считывать, что вот этот-то человек таким-то образом компилировал концепции своего времени. А само письмо, как и вселенная, является просто саморазворачивающейся структурой. В контексте истории она просто самораскрывается. В таком случае автор мало чем отличается от изобретателя, то есть от человека науки. Ученый открывает определенные закономерности мира, а автор открывает определенные закономерности письма своего времени. Эта идея действительно в высшей степени соответствует реальности, потому что, представьте себе, ну, можем мы все вообразить, что там какой-нибудь Бах, если бы он родился сейчас, что он стал бы писать музыку, какую он писал в восемнадцатом столетии. Это абсолютно невозможно. А это значит, что он выражал не себя, а свое время. Автор не выражает себя. Само слово «себя» оставить, может, тут большое сомнение не знаю. Но есть и текст, это организованный определенным образом цитаты, причем цитаты анонимные, цитаты, не принадлежащие никому. Это значит, что тот смысл, который закладывает произведение автор, не является единственным и тем более исчерпывающим. Если автор не знает, чьи это цитаты, они имеют свой след определенный, эти цитаты. Текст разрывается в интертекстуальности. То есть, любой элемент текста может быть просмотрен с точки зрения его амплификационного ряда, с точки зрения его символических соответствий с другими текстами, как этой эпохи, так и эпохи немного предшествующей эпохи традиций. То есть, традиции предшествующей эпохи. Но это уже идея крестивой, которая тоже в это же время появляется. Кстати, не случайно, что все тексты появляются в одном году. Это как раз показывает, что даже на уровне таких грандиозных открытий в области мысли, они даже не принадлежат этим авторам. То есть, они все втроем благополучно к этому пришли. А я вам показывал, как к этому уже приходит тот же Орхол или Корбюзье в поздний период творчества. Абсолютно точно они не могли знать наработки французских мыслителей, тем более, что они это делают чуть-чуть раньше. Письмо эпохи поворачивается и раскрывается перед нами с какой-то новой гранди. Если интересно, то у меня есть на эту тему лекция, просто раскрыть этот материал во пределах допустимого у вас лимита времени невозможно. У меня есть видео лекция, называется «Что значит быть автором в эпоху постсовременности?» Это с простыми примерами на полтора часа развиваю эту мысль. Что значит быть автором сегодня? Потому что для вас, я думаю, это очень важная проблема, проблема авторства, понимания того, что значит текст. Потому что, конечно, понимать текст, как его принимали в 19 веке, сейчас абсолютно невозможно. И вот эта многосоставность текста, текста, который на самом деле… Помните, я вам показывал, что мы можем лишь передвигаться по батареи означающих. А что такое батарея означающих? Как она организована? Это и есть то, что Кристио называет цитатами, интертекстуальными цитатами. Это слова, организованные в определенной последовательности. Были даже натикальные идеи ученых-американцев, то, что у батареи означающих есть пульс во времени. То, что определенное время, то есть именно время такое в пределах суток. Не время, в смысле, абстрактная единица, а в пределах суток определенные слова пульсируют с определенной закономерностью. Таким образом, ряд американских ученых пытался доказать явление синхронии. Когда, допустим, одна и та же мысль или одно и то же слово приходят люди на одно и то же самое время. Понятно, что эта идея потом не получила дальнейшего развития. Это, на мой взгляд, уже перебор. Но, тем не менее, показано, насколько жестко наш текст вписан в ткань этой сетки означающих. Так вот, когда Дилес формулирует свою концепцию автора, он изображает это следующим образом. Он говорит, что когда художник начинает рисовать шедевр, этот холст, пустой холст, он не чист, он полностью заполнен штампами и стереотипами, клише. И художник, если он действительно создает нечто революционное, ему удается провести та линия, которая сбросит часть этих штампов с холста. Уже заполненного холста. То есть, пустой холст-полнен. Так же, как пустой лист бумаги полностью заполнен. Я вам, по-моему, приводил в качестве примера такую ситуацию. Но на всякий случай, если вы захотите убедиться в том, как функционируют сетка означающих, достаточно просто провести такой простой мыслительный эксперимент, который можно не просто мыслительным сделать, но и на практике реализовать. Открыть тему на каком-нибудь форуме и подкинуть туда какое-нибудь глободневное означающее. Ну, например, репрессивность. Что есть репрессивность сегодня в России? Вам на это постепенно начнут отвечать, пойдет обсуждение, это начнет нарастать и выльется в некий текст коллективный. Больше того, будет складываться сначала впечатление, что каждый из людей, отстаивающих свою точку зрения, очень искренне пишет, что это его точка зрения. Она именно выстрадана болью и кровью. Так вот, если вы сделаете то же самое после этого еще раз на другом форуме, сначала покажется, что ответы будут другие. Но потом, когда накопится энное количество этих самых ответов, вы обнаружите очень страшную вещь. Многие из этих сообщений в прямом смысле слова идентичны. То есть, там большое количество слов организовано в абсолютно одинаковом порядке одним и тем же образом. Да этим ли людям принадлежит это мнение? Получается, все, что мы говорим, особенно все, что мы говорим, считая это исключительно своим, что аффектировано, что эмоционально подчеркнуто, является не вашим в полном объеме. Ну или еще проще, это зайти к любому пользователю социальных сетей в его день рождения и почитать, что у него пишут на стене. Да, можно у соседнего пользователя скопировать и сюда же вставить. Потому что, что бы вы туда не вставили, сколько бы вы не думали, что туда пожелать, все равно вы пожелаете то же самое. Ограниченность нашей возможности к высказыванию, ограниченность нашей возможности помыслить, что бы то ни было, это и есть вот эта жесткая система координат. Когда автор работает со своим текстом, он в системе координат к батарее, означающих, таким же образом привязан, как мы в речь. Поэтому для ученых, занимающихся текстологией, анализом и атрибутацией текста по времени или к тому иному автору, на самом деле определить текст не так сложно. Не случайно Фукот называется археологией гуманитарных наук. Каждая эпоха – это пласты. Если мы их мыстим именно как некие пласты, как в геологии, то мы никогда не ошибаемся. Потому что каждая эпоха предлагает свою сетку координат. Если мы ее знаем, мы никогда не сможем спутать произведение, написанное в одну эпоху, с произведением, написанное в другую. Как бы мы его не пытались сымитировать. До кого? Соответственно, поздний Айзенман начинает искать что-то совершенно иное, что-то совершенно другое. И это связано уже с иной философией, с философией всего того же самого Делеза, но с другой его концепцией. Дело в том, что одна из базовых идей, вводимых философией Делезом, является концепция Ризома. Но Ризома – это корневеща, это такая сетка неархизированных смыслов, которая исключает любой господствующий смысл. Каким-то образом разворачивающийся сеть смыслов. И это отражается на постройках Айзенмана тем, что он действительно начинает строить свои произведения, напоминающие вот это корневеща. Они приобретают более естественные формы, причем эти формы всегда с изгибами. Большое значение приобретает понятие волны или складки. Наверное, даже успеем обсудить, что такое складка, потому что обсудить это необходимо. Я в прошлый раз, отвечая на один из вопросов, попытался в двух словах набросать, в чем суть имманентности Делеза, в отличие от трансцендентности предшествующих его. Договор. В своих лекциях о Ливнице Делез весьма интересную идею предлагает. Представьте себе, что у нас есть рациональный ряд чисел. Это прямая. Но у нас есть и рациональные числа, которые отклоняются от этого бесконечного ряда рациональных чисел все время по-разному. Ибо на то оно и рациональное число. Это неравномерный пульс. А теперь представим, что у нас есть неограниченное число точек зрения. В любом месте мы можем поставить точку и провести линию, опять же бесконечную, которая по касательной опишет определенное соотношение между одним и другим. То есть что такое в данном случае является точка зрения? Ну, она у нас действительно такая, потому что наше положение во времени и пространстве всегда единичное. То есть вы можете, например, сесть на этот стул, но только после времени. Либо вы можете сесть рядом, но не на это же самое место. То есть в строго физическом понимании этого слова наша точка зрения на мир действительно отличается от всех остальных людей. Потому что во времени и пространстве мы никогда не пересекаемся. Исходя из этого, делается весьма интересный вывод. То, что ни одна из точек зрения не является тождественной. То есть, получается, люди, сосуществуя в одном и том же мире, чисто с физической точки зрения, выйдут совершенно по-разному. И, естественно, когда мы общаемся с другими людьми, они для нас не то же самое, что для них, но с точки зрения нашей линии. А теперь, это, кажется, все достаточно просто. А теперь, самое важное. Если эту идею дальше развивать, уже не как Лейбница, потому что для Лейбница Бог оттрансменция во прежнем. Для кого? Если мы себе представим, что есть некая сверх-точка зрения, то, что раньше называлось взглядом Бога, охватывающее все остальные точки зрения, то она, с точки зрения вот этой философии, не будет трансценденции. Почему? Потому что, если она включает все точки зрения, значит, она иная по отношению к каждой из них. То есть, получается, если Бог видит все эти точки зрения в одновременности, значит, Он рядом положен мне, вам и так далее. Это просто еще одна точка зрения, потому что она не может заменить мою, вашу и так далее. Она другая. Понимаете, в чем логика? То есть, трансценденция, разрыв между взглядом божества и взглядом человека неожиданно сменяется имманентом. И вот она, концепция, по сути, корневища. То есть, никакая точка зрения не может быть господствующей другими. Они все образовываются редоположными. Это религиозность в совсем ином плане. Это религиозность в смысле уважения к иному мнению, если оно не притесняет другие мнения. И именно вот эта идея, идея волны, идея складки, мы ее уже наблюдали в мемориале, где волна пробегала по этому мемориалу. И насколько помного вариантов было для его прочтения. Более того, взгляд с высоты, который якобы охватывает весь мемориал, давал лишь одну еще точку зрения на прочтение мемориала, а не господствующую. Идеальное отражение концепции делеза на уровне архитектурного века. Понимаете, архитектурный век становится философским текстом. Покажу еще несколько примеров. Ну вот, в 90-е же годы появляется такой, на первый взгляд, переходный объект. Смотрите, здесь мы видим еще отголоски японских построек. Очень похоже это здание. Ну вот, как выглядит его проект. Вот она идея и волны, и корневищ. Он уже приобретает формы естественного ландшафта. Нет некой господствующей точки. В еще большей степени это заметно в двух относительно недавних постройках. Это сад потерянных шагов в Италии, где тема именно религиозная поднимается в полном смысле этого слова. И прошу обратить внимание, что его за это от церкви никто не отвечал. Мы видим лежащий крест. Более того, этот крест разорван. И этот крест рядом положен как травета по земле. В камне. Вот этот разрыв, который раньше был на уровне божества и человека, теперь сведен на уровень волны. Да это просто больший охват, иной взгляд на ситуацию. То есть если предположить взгляд Бога существующим, значит это будет лишь больший охват ситуации. Но он не заменит и не исключит взгляд человека. Помните в мемориале? Представим себе, что взгляд с высоты, он никак не смог бы исключить тот взгляд, когда мы попали в сам мемориал и переживаем этот экзистенциальный ужас этих плит находясь. Здесь то же самое. Вот эти складки, волны, которые прорезают этот крест, который выполнен из рельс. И здесь есть природное, культурное, то есть человеческое, измерение виртуальной возможности того, что раньше называлось Абсолютным. То есть знаком божества, символом божества. Тем более, что этих крестов тут еще и несколько. И наконец, последняя его постройка, его строительство идет сейчас, оно еще не закончено. Это Сантьяго де Компостелло. Тоже в каком-то смысле религиозная постройка, потому что это город для паломников, строящийся. Какие конструкции? Сама пустига форма напоминает раковину. Она именно с раковиной и заимствована самим Айзенманом. Это вот эти волны, которые я вам попытался показать на примере Делезовского левикуса. Красивейшее здание, какое только все можно представить. Вот как вид со стороны, расстояние. Все здание – это одна сплошная гигантская волна. Трансцендентный город, состоящий из этих волнов. И смотрите, что интересно. Раньше мы привыкли к тому, что у здания есть пол, стены, крыша. А здесь то, что является внизу трагуаром, становится крышами, становятся стенами этого здания. То есть стираются вот эти границы трансцендентности. Так, когда вот есть низ, мир вдольний, а есть мир горы. Здесь это взаимопереход одного в другое. И вот еще более наглядно. Или столкновения двух разных волнов. Это ощущение значит, что они всегда не конфликтны. Они могут быть очень конфликтны. Я вам на эту тему советую вот такую киноленту посмотреть, если не видите. Это лента, получившая восках в свое время. Лента очень серьезная, потому что она показывающая вот именно такую позицию в взгляде на человека. Каждый из представленных персонажей ведет себя очень хорошо по отношению к кому-то и плохо по отношению к кому-то. Это волны. Когда они идут в одном направлении, оказывается, что это хороший человек и помощник. Когда они неожиданно сталкиваются, они, как волны, рассыпаются так, что одна волна воглащается. Понятие абсолютности снимается полностью. Что этот злой человек – это добрый. Это просто взаимопереходы от золота в другое. Это просто разные волны, движущиеся в спонтанном направлении, которые действительно, как и на этой фотографии, могут сталкиваться или взаимопоглощать. То есть, заметьте, мы заканчиваем уже, любой архитектурный объект, особенно продуманный автором, но на самом деле не только он, может быть прочтен как текст. Это очень важная идея. И мы с вами посмотрели на примере сопоставления философских моделей и архитектурных, как на самом деле архитектура может являться не просто художественным произведением, а именно текстом философским. И интерес представляет то, что если любой текст – это действительно лишь набор цитат, в таком случае даже текст, который создается автором неосознанно, даже текст, который создается гениальным автором произведения его искусства, в том числе архитектурное, без каких-то заложенных в него философских смыслов, тем не менее, с большой долей вероятности может быть таким образом прочитан. То есть, текст выходит за рамки самого себя. А это значит, что даже если автор просто строит дом, но строит дом необычный, строит дом, соответствующий духу времени, этот дом будет выражать этот дух времени. Помните, с чего я начал первую лекцию? Знание – это не то, что мы можем сказать, это то, чего мы не можем и не сказать. А это значит, любой объект в той или иной степени несет знание эпохи. Есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции? Нету? Тут все прям понятно. Или ничего не понятно? Ничего не понятно. Ничего не понятно? Нет, ну что-то понятно, все понятно. Ну, если все-таки надо еще понятно, чуть ли не надо. Советую, правда, посмотреть лекцию про автора, потому что может многое объяснить. Я понимаю, что я очень много информации задаю за определенное количество времени, поэтому на каждый тезис приходит очень много времени. Насыщенность материала достаточно высока. Но у нас, простите, всего полгода. А Куспо-Лунки два-три года. Ладно, тогда до следующего раза. Спасибо. Спасибо.